Хочу порекомендовать вам международный интернет аукцион Виолити. Там вы можете купить, продать по выгодной цене старинные вещи. Также рекомендую подписаться на YouTube канал Виолити. Все ссылки в описании. Привет подписчики, привет гости канала. Еду я копать. Еду я на старое место и там заброшенный дом. А смысл мы копали в самом доме, искали, находили там интересные артефакты. Особенно стекло попадалось, старинное стекло. В почек. Дом уже давно разрушенный, я его поснимаю. Кто-то его вспомнит, кто давно на канале, конечно же. Но ни разу мы не искали около дома. Ни разу. И сейчас весна, почему бы нет. Потому что дом очень старый, 1800-х годов. Так что я думаю, что там возможно что-то есть. И по прибытию я вам все поснимаю. Так что не переключайтесь. Ребят, не прошло и года, короче. Вот. Я не буду показывать место полить, так сказать. Но здесь уже что сделали? Поставили. Ну не в этом месте, где это самое. Ну куда я направляюсь. А просто вот по дороге, где мы раньше ездили. Здесь уже посыпали уже асфальтовую крошку. Навтыкали столбов. И получается уже делают, так сказать, ну, жилой такой комплекс какой-то. Вот. И самое-то интересное, что загородили дорогу этим. Шлагбамом загородили. Типа это наша дорога. Я сейчас подъехал просто. Мужики ставят столбы, цепочку натягивают. Я говорю, а что делаете? Они говорят, это ведь наши дороги, чтобы не ездили. Вот. Это какой-то бардак, если честно. А в том плане, что сейчас многие так делают. Например, доступ к реке, например, где-то невозможен. Потому что такие наглые рожи, короче, загораживают заборами. Да офигеть не стать, короче. Но это потому что контроля нет. Нет контроля. И находится это, так сказать, в захолустье, где, в принципе, бурагозить некому. Вот. Ладно, я уже поехал по другой дороге, по объездной. Сейчас я. Скоро приеду я, в общем. Так поделиться с вами мыслями решил. Что ж, ребят, добрался я до места. Вот этот дом. Кто-нибудь вспомнит его, конечно. Мы были здесь раза два, это минимум. Я уже точно не помню за столько-то лет. Вот. Дом заброшенный, старинный очень. 1800-х годов постройки. Вот. Здесь вот такие вот места. Не знаю, может быть, до нас, конечно, здесь кто-то и ходил. Но мы здесь с металлоискателями не ходили. Красиво здесь елочки. Здесь было когда-то, да, здесь. Это вот это все уже свежее. Вот эти вот деревья, они уже выросли. Здесь был, наверное, огород. Был огород, наверное. Может, даже еще один дом стоял. Не знаю. История умалчивает. Что ж, продвигаемся. Сейчас все узнаем. Сейчас все узнаем. Сейчас помашем металлоискателем возле дома. Кто-то, может, спросит, откуда я знаю, какого года постройка этого дома. На нем написано. На нем написано. Видимо, старые хозяева написали. Ну так, для истории. И на нем написано, что 1800-е года. Драночный дом старинный. Находки были вообще здесь шикарные внутри дома. А старинные бутылки очень классные. Ну вот. И, в принципе, я думаю, что здесь, конечно, и мусора будет хватать. Но я сейчас разведку боем сделаю. В разных точках позвеню. Я к тому говорю, что, например, вот я позвеню сейчас вон там. Поодаль от дома. Потом возле дома, естественно. Здесь был сарай. И вот тут елочки красивые. И около них тоже посмотрим. А вообще, найти бы, знаете что? Вообще, это мега удача обычного копателя. Если найти, например, лавочку. Ну, естественно, она уже сгнила. И ее не существует. Но если находишь место, где сидели, щелкали семечки. И, возможно, вводилось что-то из карманов, когда сидел человек на заваленке какой-нибудь. Вот такое местечко, когда находишь, что тоже очень интересно. Ну и сортир, естественно. Возле сортира должен был человек дойти. Ладно. Сейчас покажу дом еще и смотри. Потому что есть новые подписчики, которые не видели. Пока пробираюсь к дому, рухнула подшива. Видите? Вот здесь рухнула подшива. Вот она, доска. Это как бы пол подшивы. И получается, из нее выпала такая вот ступка. Вот. Что это глазами я увидел, да? Естественно, чайкушечки. Не старые чайкушечки. Вот. Вот такой вот пузыречек. Вот этот пузыречек интересный. Это глазами, ребят. Я просто показываю то, что я глазами уже нашел. Вот. Вот этот пузырек классненький. Он даже, видите, закрытый. И там даже что-то еще булькает. Видите? Можно даже лизнуть. Но делать мы этого не будем, естественно. Пузыречек классненький, да? Вот. И смотрите, какая классная ручка. Смотрите, смотрите, смотрите. Какая замечательная ручка. Ммм. Какая красивая. Кайф. Вот. Такие дела. Такие находочки. Прям возле дома. Ну и еще чайкушечки, чайкушечки. Люди бухали во все времена, так сказать. Это я еще только с одного краешка посмотрел. А пока подходил, подходил, сверху кто-то спрыгнул. То ли мышка, то ли крыса. Потому что я видел, что она что-то типа испугалась, короче, и решила катапультироваться с чердака. Вот отсюда прям она прыг-прыг, короче, и убежала куда-то. Вот. Напугал ее своим видом, что ли, не знаю. Может быть, стеснительная камера боится, я не знаю. В общем, убежала мышка. О, какая там темнота. У-у-у. Ну, дом скоро разрушится полностью. Видите, как уже он выпер, выперла его. Стена уже эта. Скоро все рухнет. Малинка растет здесь, возле дома. Ладно. Ну, пока вроде ничего больше не вижу. Но включу сейчас что. Вот, ребят, так выглядит дом спереди. Вот. Видите? 1888 года. Поближе подойду, может не видно. Может не видно. А не видно, во. Такой вот домик. Ну, да. Вот эта вот часть передняя, она уже сюда накренилась. И скоро она упадет. Так что лучше тут не стоять. Вообще, эти дела происходят неожиданно. Уже я сделал выводы. Было такое. Вроде кажется, все крепко. Что-то где-то на одном гвоздике держится и падает моментально. Всегда надо быть внимательным. Вот такое вот тут творится внутри. Под полами, к сожалению, тут нереально позвонить, потому что тут вообще все завалено. Вот. Печка. Смотрите, как печка уже падает. Все. Сгнили уже балки. Крыши на просвет. Здесь вот выпилили вообще стену. Местные жители на дрова, наверное. Входим мы внутрь уже, можно сказать, дома. И знаете, что сделать бы? Мастицы. Прозвонить вот под этими мастицами при постройке дома, чтобы богатая жизнь была, все такое. Закладывали монеты. Так же, как под углы дома, так же и под мастицы тоже клали монеты. Сейчас я поставлю металлоискатель, поставлю на штатив, наверное, как-то. Ну, воткнулся в селфи-палку, в общем. И позвоним. Посмотрим, вдруг тут монетки есть. Что ж, ребят, надеюсь, что-то видно. Сейчас будем проверять. В онлайне. Если нет ничего, так и нет ничего. Я же не говорю, что там сразу должно быть. Посмотрим сейчас. В онлайне. Тишина. Стоп. Погодите, чуйку. Прибавим чуйку немножко. Нет, ребят, тишина. Хотя... Слышите, да? Что-то такое проскальзывает. Что-то проскальзывает. Что-то проскальзывает. Слышите, что-то проскальзывает. Возможно, дальше не добраться металлоискателю. Но сигнал есть. Слышите, да? Вам слышно, надеюсь? Ветя шумит. Так. Естественно, домкрата у меня нету. Я думаю, что... Сюда мы еще вернемся. Да, звук есть. Неизвестно, откуда он идет. Но звук есть. Это хорошо. Валенки никому не надо. Отправлю... Ох, что там у меня такой сигналит. Отправлю в любой регион России. Смотрите-ка. Почти не ношеные. Короче, пишите. Кому надо валенки. Отправим. Это мы входим в кухню. Так, аккуратно. Не спешим, оглядываемся. Опа. Нога провалилась. Что у нас здесь? Все по-прежнему, как было, в принципе. Но была зима. Была зима, все завалено. Я без фонаря, кстати. Потому что я знаю, что здесь все... Весь дом на просвете. Вот. Удивительно, как все это происходит. Чтобы было понимание, да? Мы сейчас находимся, да? Ну, в чужом доме, так сказать, да? Здесь жили люди. Как вот они, получается, покинули дом. Так все и осталось. Ну да, здесь какие-то движения происходили после их. Уже после их отсутствия. Потому что и местные тут лазили, и кладоискатели такие же, как вот мы, возможно, были. Но в большинстве своем все остается, как вот покинули дом, так и вот и остается. Вот, например, смотрите. Вот эта вот сахарница, видите ли, она раскололась. Я объясню, почему она раскололась. Скорее всего, в ней был лед и вода, и ее расперло. И она, вот она стояла здесь, никому не мешала, и она раскололась. Вот видите? Вот я ее... Вот. Бам! Скорее всего, капала сверху. Видите, там на просвет же все. Вон. Накапала. И льдом ее расперло. Блюдочка. Блюдочка. СССР. Целенькое, кстати говоря, блюдочка. Чашечка. Вот, в чашечке водичка. Может, даже еще и чаек. Какой-то такой темный. Цвет. Ну, это я шучу, конечно, про чай. Это просто вода тухлая, наверное, уже. Блюдо. Смотрите, какое было блюдо классное. И тоже, к сожалению, вот трещина. Все. Трещина. Вот. Такие дела. Занавесочки. Понимаете, да? О чем я вообще говорю, да? Вот, кто-то ведь делал. Это самодельные. Самодельные. Занавески-то. Даже рисунок делали самодельный. Смотрите. Рисунок на белый просто рисовали чем-то. Я наивный чукотский юноша. Потому что здесь была лестница еще год назад. Все. Ничего не осталось от лестницы. Все, она вообще. Вот. Здесь была нормальная лестница. Мы по ней ходили. Она разрушилась. Сейчас буду как-то пробираться. Наверх. Вот. Дело-как. 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 Смотрите.